САКУРА САКУРА это ближайший родственник Луизиании, но это не одно и то же. К тому же САКУРА обладает достаточно низкой зимостойкостью и в условиях средней полосы России, на Южном Урале, Юге Западной Сибири достаточно сильно подмерзает. САКУРА подмерзает даже в Подмосковье и лишь в Краснодарском крае. В Ставропольском крае это растение нормально зимует и радует декоративным цветением. Но Луизиания, не уступая САКУРе по декоративности, обладает одним чрезвычайно важным достоинством. Это растение без повреждения выдерживает понижение температуры зимой до минус 42 градусов. И после этого Луизиания имеет вот такое вот пышное цветение. Луизиания растение, которое зацветает одно из первых в саду. Оно зацветает чуть-чуть попозже по сравнению с абрикосом, по сравнению со сливой. Цветет одновременно с грушей, цветет одновременно с большинством сортов вишни. Кстати, вот та Луизиания, которую вы видите на экране, это сортовая Луизиания. Это форма, которая имеет махровые цветки, но которая не завязывает плодов. Поэтому эту Луизианию можно размножать только с помощью либо зеленого черенка, либо с помощью прививки. Ну а называется этот сорт пинг-плена. В России, собственно, у Луизиании в основном размножаются вот именно пинг-плена и палеоплена. Цветки у палеоплены, в отличие от пинг-плены, чисто белые. Растение неприхотливое, растет практически на любом типе почв. Ну, если вы внесете под него удобрения, минеральные, органические, конечно же, растение будет чувствовать себя значительно более комфортно. Цветение вы на нем получите значительно более обильное. Единственная довольно серьезная проблема, с которой сталкиваются цветоводы при выращивании Луизиании, это повреждение Луизиании маринеальным ожогом. Заболевание, которое повреждает большинство косточковых культур, вот и не обходит и это декоративное растение. Но бороться с маринеальным ожогом на приусадебном участке достаточно просто. Для этого даже нет необходимости проводить обработки сильными ядохимикатами. Достаточно лишь, когда завершается цветение на Луизиании, срезать однолетние побеги. Собственно, заражение происходит именно во время цветения и идет вот именно с периферии кроны куста и вглубь куста. Если вы удалите вот эту вот зараженную часть, которая во время цветения уже повредилась, то, в общем-то, всю инфекцию с куста вы уберете. При этом, следующее лето Луизиане интенсивно нарастит однолетнюю древесину. И именно на этой однолетней древесине она будет свести на следующий год. Итак, вот эта вот обрезка после цветения, она, во-первых, позволяет держать форму куста, очень компактную, очень привлекательную. Ну и, во-вторых, она позволяет бороться с основным заболеванием косточковых культур, манереальным ожогом. Ну, летний уход за Луизианей также не представляет никаких серьезных проблем. Луизиане растение, которое сформировалось в условиях достаточно засушливого климата, ну, совсем уж там пересушивать растение, наверное, не стоит. Легкие поливы, нечастые, но лучше обильные. Ну и подкормки в начале вегетации с преобладанием на азот ближе к осени, все же в подкормках должны преобладать фосфорные и калийные удобрения, чтобы растение успешно завершило вегетацию, чтобы на нем вызрели почки, и чтобы никаких проблем с зимовкой на Луизиане мы не получали. Но здесь еще раз, зимостойкость достаточно высокая, до минус 42 градусов, но если побеги уходят в зиму невызревшими, на Луизиане иногда в суровые зимы с сильными ветрами мы можем наблюдать такое явление, как зимнее иссушение. Итак, вот если мы осенью подкормим дополнительно Луизианию или во второй половине лета фосфорными и калийными удобрениями, более интенсивное, более качественное вызревание почек и древесины, и как следствие более высокая устойчивость вот к этой проблеме, которая называется зимнее иссушение. Ну все это вот там, уход за Луизиане, все это в общем-то не столь важно. Вы еще раз посмотрите, насколько же это прекрасное, яркое растение. Я вообще считаю, что когда цветет Луизиане в саду, вот найти ей ровню практически невозможно. Я считаю, что Луизиане это вот растение, которое просится на улицы наших городов, которое вот обязательно можно иметь практически на каждом приусадебном участке. Ну и тогда вот эта вот легенда, вот она оживет и в условиях нашего очень даже сурового климата. Субтитры создавал DimaTorzok